Здравствуйте, Саша! Мы с тобой не знакомы лично, но я от тебя немало знаю. Скоро Новый год, Саша. Ты любишь этот праздник? Я очень любил в детстве. А сейчас для меня Новый год – это возможность отдохнуть. Что такое одиночество? На первый взгляд кажется, что ответ прост. Одиночество – это когда ты один. Но не все в жизни так однозначно. И в толпе можно чувствовать себя столь же одиноко, как в лесу или в пустыне. Одиночество – это изоляция не только от людей, но и от эмоций и событий. В конце мая мы проводили Сашу Тормина в приемную семью. История мальчика-сироты, попавшего в аварию, взволновала тогда весь город. Десятки людей предлагали помощь делами, деньгами и участием. Но только Владимир и Любовь Красновы оказались готовы взять на себя серьезную ношу. Принять Сашу в семью. Как сына. Понимая, что он вряд ли встанет на ноги. Зачем? Не знаю. Мы не сможем все равно ответить на этот вопрос. Не сможем. Поэтому, что бы ни сказали, мы все равно, может, что будет не на ноги. Ну, не знаю. Поэтому вы нас не пытайтесь. Все равно я на стену сходу здесь. Типа так. Пресс качаешь? Я не знаю. Ну, здорово. И руки задные. Руки, да, и пресс. И сколько ты так рассмотришь? Ну, я сам вышел. 80 делал. 80? Да. 80? Да. Ладно. Год назад у постели Саши круглосуточно дежурили волонтеры. Переезжали с ним из больницы в больницу. Сейчас парень живет далеко от Самары, на краю области. Но друзья его не забывают. Не так часто, но все-таки приезжают навестить. Тогда весной все очень переживали. Приживется ли Сашка в новой семье? За это время полностью, конечно, исчез страх. За это время он стал чувствовать себя здесь как дома. Даже без слова «как». Просто стал чувствовать себя здесь дома. У него здесь появилось много друзей. Все приемные дети семьи с ним дружат, заходят, общаются. Со всеми практически сложились хорошие отношения. С родителями тоже хорошие отношения сложились. Я считаю это самое главное. Он оказался в семье, в которой ему комфортно. Основным страхом и Сашиным, и волонтеров было как раз то, что семья верующая. Мальчик всю жизнь прожил в интернате и был как никогда далек от Бога. Находясь еще в больнице, Саша, мы с ним разговаривали и о Боге, и о вере. И он осознанно, не зная, не помня, был крещен или нет, согласился, чтобы его окрестили. Этот крестик всегда был при нем. Даже когда трахеустома стояла, да, он очень трепетно на руке держал его. Вот так вот всегда. У каждого своя дорога к вере, считают Сашины приемные родители. Захочет – сам придет в храм. Безусловно, батюшке хотелось бы больше и вовлеченности мальчика в дела семьи. Но принуждать приемных детей в семье Красновых не принято. Это как бы часть нашей жизни. И ему участие нужно во всем. И мы, поестественной, сходя из этого, хотим, чтобы он туда был, чтобы как-то день спал. Не то, что он целый день сидит в сети, это же тоже как-то он не в реальности живет. Жить в комнате одному – так захотел Саша. Но один он бывает редко. Парень, он общительный, и все приемные дети Красновых регулярно прибегают пообщаться. И неизвестно, кому это общение доставляет больше удовольствия. Саня, ходи. Саша, ходи. А вон, вот это, наверное, кто-то подъем. Сюда, да? Да. Коля. Володин. Саша. Вот. Никаких проблем, Саша, да скажешь, он давай, давай, все. На улицу пойдешь, пойду, конечно. Там, тебе почитать, он, почитай, все. То есть он справляется нормально со своей? Он нормальный, адекватный парнишка, без всяких психических отклонений. Летом произошло еще одно важное событие. Волонтерам удалось собрать деньги и отправить Сашу в московский реабилитационный центр. Там мальчика креп не только физически. Его примирили с мыслью, что болезнь – это надолго, а может быть и навсегда. И научили жить в новой ситуации. Это мы первое время боялись. Сейчас самостоятельно, скоро со мной и садиться будет, с колецкой, я надеюсь, да? Постепенно. Ну, если руки будут, конечно, чтобы они сильные были. Да, я ему садиться. Мы, конечно, чуть-чуть с ним в этом, по этому вопросу, чуть-чуть это настроение есть. Я говорю, он тут на меня с ума срязан, что-то много хочешь, мол, пожалуйста. Мало получишь, да? А так ничего. Возможно, Бог посылает нам Сашу для каких-то наших личных уроков, сказал мне весной отец Владимир. Краснова воспитали 17 приемных и двоих собственных детей. Но вопросов сегодня больше, чем когда-либо. Может быть, потому что себя они привыкли судить строже, чем других. Ну, что для вас труднее всего? Труднее? Чего труднее? Труднее всего, наверное, себя победить. Порой вот хочется что-то такого, другого. Реакция, другая реакция, обычно такая человеческая. А тут надо как-то по-другому. Уже понимаешь разум, и вот-вот труднее всего вот это именно с собой бороться. Ему больше как бы морально чего-то, чем физически. Потому что физически как бы мы здесь рядом, а он там. А морально он как бы переживает, думает, как мы здесь. Он, Саша. Он с нами бывает, поговорит то, что вы там, Саша, ты не при Саше. Как бы она отдельно каждого нас отведет и скажет нам, что нам делать. Ну вот беспредельная любовь этих людей. Вот именно не та любовь, которую мы понимаем, да, в эмоциональном плане, что зажигается что-то. Да, любовь, она больше намного шире, чем мы привыкли в это понятие вкладывать. Она дает свои результаты. И это невозможно не заметить. История Саши затронула многих людей. При всей ее трагичности он стал богаче ровно настолько, насколько они сердечны и милосердны. Но и сам Саша изменил тех людей, которые оказались в его орбите. Ну вот как-то сложились отношения. И я благодарна Саше за это доверие, за эту возможность обратиться к кому ему, когда ему нужно. Но ведь как посмотришь на эту ситуацию? Как корабль назовешь, так он поплывет. Если мир жесток, вокруг одна жестокость. Если мир – это добро, то это добро. Вокруг тебя. И ты в нем. Ты часть его. Это и есть норма. Идти к Саше, быть наставником кого-то из ребят в детском доме, мне кажется, это и есть норма. Добро должно быть нормой. Ты настраиваешься на то, что ты сейчас достоинствуешь картинку, которая у тебя ассоциируется с тобой. Сегодня Саша значительно окреп. Его окружает забота и участие. Но его жизнь уже никогда не будет прежней. Ассоциативно он сравнивает себя с маленьким принцем. Немного потерянным и отчаянно нуждающимся в друзьях. Приступы апатии, ощущение собственной слабости и готовности вот-вот опустить руки. Многим знакомо. Впереди Новый год. Самый сказочный из праздников. Друзья решили поддержать Сашу. Ему пишут письма, рассказывают о себе, спрашивают о нем. Свои фотографии сделали для Саши известные футболисты. Такие несложные знаки внимания от знакомых и чужих способны творить чудеса. Особенно в канун Нового года. Знаешь, когда мне тяжело или грустно, я говорю себе, это не тупик, это не конец и это не навсегда. А еще, Саша, знаешь ли ты, что ты очень важный человек? Многие люди переживают за тебя и стараются помогать. Почему так происходит? Потому что ты помогаешь всем нам. Проявлять свои лучшие качества. Доброту, поддержку, внимание, желание быть полезными. А еще для многих людей ты стал образцом силы воли и примером того, что человек способен выжить даже в самой непростой ситуации. И что самая сложная ситуация может измениться к лучшему. Так что, Саша, старайся и не раскисай, потому что ты для нас очень важен. Саша, старайся и не раскисай.